После длительной реконструкции в Казани открылась кирх и лютеранская церковь, здание 18 века впервые подверглась столь масштабному ремонту. Восстанавливали храм всем миром, сначала на средства немецких некоммерческих фондов, но их оказалось недостаточно. И тогда были выделены 30 миллионов рублей за республиканского бюджета. Эльмир Шимарданова продолжит. Первые упоминания о лютеранской общине в Казани относятся к 16 веку. А строительство кирхи началось в 1767 году, когда Казань посетила императрица Екатерина II. Это было двухэтажное каменное здание на Покровской улице, ныне Карла Маркса. Оно просуществовало всего три года. Во время штурма Казани и Милианом Хугачевым все ее деревянные конструкции сгорели. И вот сейчас кирха вновь возродилась. В советскую эпоху здесь располагался баскетбольный зал МВД. К примеру, на месте витражей находились трибуны. То, что меня радует, и то, что меня глубоко удивило, с какой решительностью, с какой самоотверженностью жители и народ республики Тарстан взялся за восстановление этой исторической кирхи. Строителям удалось восстать кирху почти в превоснованном виде. Центральная стена с крестом была разрушена. Ее восстановили по сохранившимся фундаменту. Эскизы и чертежи сделаны были по фотографиям, которые оставались еще кое-где. Они собрали строителей, и все это было действительно сделано так, что мы как бы вернулись в эту старину, в это почти средневековье. С открытием университета в Казань из Германии прибыли профессора. Все они исповедовали лютеранство. К примеру, Карл Фукс был ученым, врачом, и в то же время он работал здесь пастором. Тогда же здесь был установлен орган. Впервые о реконструкции начали говорить еще в 1996 году. Но более полномасштабные работы начались 4 года назад, завершить которые удалось только после включения объекта в программу МИРАС. По ней из республиканского бюджета было выделено еще 30 миллионов рублей. Кирха может стать новой концертной площадкой Казани. Это часто практикуется в Европе. Идея очень понравилась оркестру Ля Примавера, и его музыканты решили создать целый цикл. Он называется Ля Примавера «Приглашает в Кирху». Оригинальный формат, а именно исполнение музыкальных шедевров с поэтическими эпиграфами от маэстро Рустема Бязова будут необычно интересны не только взрослому слушателю, но и маленьким поклонникам серьезной музыки. Ельмир Шеймарданова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Продолжение следует... Продолжение следует...